Продолжение следует... 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 Я сегодня думаю, что мы отлично отработали. И могу сказать, что все молодцы. Потому что, смотри, даже невзирая на то, что у нас батя с Аней наловили немножко секунд, вы не думайте об этом. Сейчас только начало гонки, и произойти еще много чего здесь произойдет. Потому что твоя будет задача оказать ему максимальную помощь, чтобы он не тратился. Это такое колоссальное событие. Но для самих гонщиков это достаточно тяжелое как физическое, так и психологическое мероприятие. На протяжении 21 дня одно и то же, да, так, день сурка. То есть это не 21 старт, сведенный в 3 недели. Это много больше. С точки зрения и психологических сил, и физических сил. И вот на такой гонке это как раз показатель того, насколько ты можешь собой управлять и управлять своими эмоциями. Обычно я самую длинную гонку до этого ездил 10 дней, а тут 21 этап. Не знаешь, как себя поведет свой организм в такой гонке. С одной стороны, ты все знаешь, ты приезжаешь на гонку и вроде бы в себе уверен. Но когда ты попадаешь в эти экстремальные условия существования, я имею в виду, день за днем вынужден выдавать свой максимум, то многие вещи, которые в обыкновенной жизни вроде как получались, перестают получаться. У тебя не должен болеть ни живот, не болеть ни голова, у тебя не было температуры. Потому что должен быть месяц, считай, у тебя должен организм работать как часики. Можно сделать одну ошибку и потом до конца гонки не прийти в себя. Саня, оттолкнул? Отпал, ты что? Вообще, на финише ее сильный ветер рисует. Ураган рисует? Ага. Сильно, столько. Да, да. Ну, не знаю, но значок вот эта штурмовой. Мне вчера два раза фигнили. Значит, 8 километров. Минимум 8 километров. Ты обезжаешь, да, когда гора к ней качается, открытое место, и как уху. Вот мы за 40 километров, когда финиш, последний спуск поехали, там какое-то место было, я просто в стране еду. Как думал, у меня аж колесо вот так вот пошло, переднее, скорости там в 60. Я думал, все, сейчас у нас как-то. Сразу пониже такой сел, руки напряжены. Проедем, будет не вот этот подъемчик, потому что только спуск туда, к рецепции, да. А дальше от рецепции вниз спускаемся, и сразу указатели пойдут в артенции, только километра два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Раз, два, три, четыре, пять, шесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 День очень насыщенный, могу сказать так, но начинается обычно по-разному, зависит от старта, может, в 6 утра, может, в 7 утра, самое позднее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ваня, ты сегодня едешь в группе, мы с тебя спросим на двух равнинных этапах, спросим жестко. Ты должен подготовиться и должен показать то, зачем ты сюда приехал. Дальше. Дима, ты никуда не ешь, никакой отрыв. Твоя задача сегодня при помощи тех, кто остался в группе, начать гору впереди. Там, где ее начинают все остальные люди с такой же ногой, с такой же мощностью, как у тебя. И ты увидишь, насколько тебе будет легче с ними удержаться, потому что все, кто бросают и всех, кого ты обгоняешь, они останутся позади тебя. За этот вопрос отвечает Дима лично. Сегодня надо это сделать. Батя, твоя задача сегодня. Первая атака, вот самая первая, кто? Это может быть ты, может быть тот другой. Но либо ты начинаешь, либо кто-то. Вот с первой атакой сегодня поедешь. 90%, а может быть, ну 80-90%, что ты уедешь в отрыв. Все идет нормально. Но, как я сказал вчера, нужно продолжать так же. Нужно сделать все, чтобы нас здесь вспоминали каждый день. А сейчас нас каждый день вспоминают и даже обращаются, как у вас так получается. Парни, мы в вас верим. Еще раз, в каждого из вас. Давайте сегодня еще раз покажем, на что мы способны. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. После того, как гонщики стартуют и уезжают. За ними двигаются технички с директорами, механиками. Массажисты делятся на две группы. Мантос, в данном случае у нас Мантос с автобусом едет сразу на финиш. Серега Покура вместе с Геннадием мчат на всех парах на питательный пункт. Вовремя успеть тогда очень сложно. Пункты питания основные, стационарные, где можно подавать сумки, определяют организаторы. Протяженность составляет порядка 3-4 километров. Когда ты сжигаешь 5-6 тысяч калорий на протяжении гонки, нужно как-то эти запасы пополнять. И это, конечно, не в том понимании, что все остановились, поели и поехали дальше. Все это происходит на скорости. Массажисты передают такие специальные сумки, небольшие, в которых все необходимое есть. Баретки, гели и то, что мы сами приготовляем, это рисовые наши роллы, булочки с курицей, булочки с джемом, мармеладки заворачиваем, ну и краснаты. Он не везде продается, сладкий рис засыпается в мультиварку, добавляется фруктоза, добавляется джем, добавляется овсянка. Все это варится, доводится до нужной консистенции вот такой вот, чтобы было твердо, чтобы можно было завернуть. Обваливается в кокосовой стружке, чтобы не прилипало к фольге. И все, и ребяткам в гонку. Во время гонки тоже часто машина может подъезжать. Гонщик вызывает машину, поднимает руку, соответственно, судейская машина вызывает техничку вперед в группе, и бачки передаются. Это такой тоже увлекательный процесс, потому что один обычно берет на всю команду и требует определенного мастерства от спортсменов и от тех, кто эти бачки передает. Но много разных хитростей, потому что можно обратить внимание, что передавая бачок даже спортсменам, можно немножечко, не нарушая правил, особо подтолкнуть и как-то немного помочь ему, будем говорить, так совсем чуть-чуть меньше энергии потратить во время гонки. Ну вот Гимон на группу затолкали, он здесь бачки набрал, сейчас их отвезет народу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам являюсь спортивным директором. На данной гонке мы представлены в числе трех человек. Это Паула Розла и наш генеральный менеджер Ренат совмещает по ходу этой гонки тоже работу спортивного директора. В машине находятся три рации, то есть одна рация, это между машинами, так как в гонке, и два спортивного директора. Это принять быстрое решение в зависимости от сложившейся ситуации. На самом деле у них есть хорошие шансы, им надо мочить руки. Жень, все отлично, просвет не уменьшается, то есть старайся все ездить на фон, то есть почти до конца. Есть рация, которая работает в одном направлении, только на прием информации от организаторов гонки. Мы в районе рифорнение, газ в рифорнении, газ в рифорнении. Газ в рифорнении. И непосредственная связь с гонщиками. У каждого гонщика есть маленькая рация в кармашке с наушником. Также гонщик может ответить. И у спортивного директора есть микрофон, по которому передается вся нужная информация. И, соответственно, фидбэк от гонщика. Так что давайте все подгребаем туда-вперед и садимся все вместе. Если мы сегодня настраиваемся на результат на финише, то кататься по задницам тут нельзя. Надо сразу себя мотивировать садиться все вместе. Вместе с спортивным директором едет в машине механик. При каком-то, так назовем, ДТП, проколе, завале или еще каких-то, то есть всегда в машине найдется запасной велосипед, колеса. Он поменял велосипед В1Р. Димон, мы едем сразу за судьей. Провел с 15-й троих технички, поэтому как будешь готов останавливаться, мы тебя сразу поменяем. Сейчас со спуска едем. Сейчас буквально где-то метров через 300 будет подъем. Давай там тормози, и мы уже едем сразу первым. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... У меня есть специальный рюкзак, мы его называем финишным рюкзаком, который заполнен спортивной экипировкой, а также заполнен различными восстанавливающими напитками от углеводов простых, а также различных смесей углеводно-белковых. Гонщики приезжают на финиш, там их встречают. У нас, как правило, встречает доктор, массажист, сразу же раздаются напитки. После чего гонщики едут в автобус. Если длинный переезд, то они принимают душ, также там приготовлена еда, и автобус со всеми гонщиками отправляется в отель. Если же отель достаточно близко, то быстрее будет гораздо доехать на велосипедах. В отеле гонщики идут на массаж. После массажных процедур мы также используем весь набор физиотерапевтического оборудования, которое у нас имеется в команде, что способствует лучшему восстановлению гонщиков после этапа. Механики тем временем разгружают с машины велосипеды и начинают их мыть. Ужин у нас все вместе, то есть все гонщики стараются проходить вместе, чтобы пообщаться, обсудить какие-нибудь насущные дела. Уже по сегодняшнему этапу, по завтрашнему. Ну и так между собой, потому что во время гонки им особо не удается поговорить. Базовые составляющие ужина – это разные овощи, обязательно паста, белое, красное мясо, рыба. Меню зависит от указания диетолога, она разрабатывает его под каждый этап. Ну и заканчивается в основном недалеко, но за полночь. Работа очень разнообразная, и нагрузка тоже такая, достаточно эндуранс. То есть получается, что гранд-тур – это для всех, это не только для спортсменов, это и для всего персонала тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У гонщиков тяжелая и опасная работа. Иногда они ошибаются, иногда падают, получают травмы. Спортивный директор иной раз должен быть громотводом, взять удар на себя. Если гонщик устал, я не понаслышке знаю, каково это, когда устаешь. Но чтобы работать со спортсменами и что-то получалось, нужно каждого изучить и нужно, по крайней мере, понимать проблемы, которые есть у каждого. То есть учитывать, что творится у него за пределами спорта. Это уже быстрая отсечка, здесь будет 28-й километр. Потом вверх-вниз, потом здесь вот торчок, и вот это идет спуск, вот отсюда, вот отсюда идет спуск. И вот этот поворот, ты видишь, он такой правый, он проходной. И сразу самая крутая часть – это вот эта горы, вот отсюда, досюда. То есть если ты здесь разгонишь, то ты вообще досюда и летишь. До 100 метров в 500? Метров в 500, да. То есть все бывает в жизни, и мы стараемся вникать в проблемы каждого. И, честно говоря, постоянно ловишь себя на мысли, что вроде бы ты идешь, и сейчас нужно там поругаться, а хоп, переключаешься на более мягкий режим общения, потому что понимаешь, что вот парень, у него там параллельно такие-то, такие-то процессы в жизни идут. И сейчас не тот момент, когда нужно сильно давить, сейчас лучше поддержать. Но это психология, это трудно объяснить, но нужно, по крайней мере, каждого из них чувствовать и понимать, в какой момент, какое слово сказать. Ну, боль по денег, на самом деле, так, как издержки профессии. Отец к этому приучил. Всегда, когда я падал, встал быстро и поехал, все. Потом будешь смотреть, что с тобой случилось. Тое дело быстро сесть на велик и все, дальше продолжать гонку. Ну, да, конечно, если там совсем произошло, как бы, ну, сильное падение, там уже, да, а если, как бы, там, ну, такое легкое, быстро встал, все, поехал. Кровообращение, все продолжается циркулировать. Потом, когда ты приехал, помылся, отдохнул, и вечером или на следующий день утро, когда у тебя все стягивает, тогда больно начинает уже двигаться и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тип-рути, с одной стороны, мне нормально сфотографировать, потому что, если бы я улетел в эту самую, он бы там еще лежал. Ну, да, 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 ты понимаешь, потому что я бы переломался, потому что, как бы, я бы на вывод в бетонную петону прилетел. Да, вот, конечно, все-таки с последствием Ну, как-то, что-то, может быть, я попал, я бы на мне шедевр. Да, я бы отдохнул. Я бы сказал, что вы были, но это одна, я бы не проехал. Но я бы сдохнул, вот такие школы хотят. Все, что-то, да, 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 да. Все без주세요. У тебя, да, да! А значит, это всё безпалено. - У тебя, да. Ветер, да, поднялся, по-моему? Я на спуске вообще так было шматило. С десятки? Нет, ну с десятки я точно в поле лежал. Агрессивный в плане езды, я считаю, он довольно-таки агрессивный спорт, потому что скорость, у нас нет никакой защиты, мы там ездим. Если нормальному обычному обывателю объяснить, что ездишь на спуске 100 км в час, то я живу в деревне, мне не поверят, могу даже в глаз дать за это, скажут, ты обманываешь. Держишь позицию, борешься, толкаешься. Просто до того момента, пока ты не пересек линию. Не надо, уйди, 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 не надо. Сейчас, давай, дождемся, что от них. Я сейчас, поскольку перешел, или так. Ладно, на техноре наших просто вот так в обочину, там, в тормоз специально. Ко мне не пропускали вообще. Причем, ладно бы и кончик спускался, и наши лезли, и кончик никто не спускался. Страх всегда присутствует, ты всегда его перебариваешь. Нет такого, что, ой, я испугался, там, не поеду. Такого нет. Один раз мне было страшно, когда я замерз. Спускались как раз в ТАП-16 на стельве. Был начало 0, минус 1 градусов, снег, дождь. И я спускался один между двумя группами, и как-то... Ну, прям сильно замерз, я руль не мог держать, но спускаться надо было. Было и скользко. Я думал, сейчас упаду туда, куда-нибудь, в обочину. Меня никто не увидит, и я тут замерз. Как бы у меня была вот эта паника, прям паника настоящая. Ты постоянно куда-то едешь. Либо ты едешь на поезде, потом садишься в автобус, садишься на самолет, приезжаешь, переодеваешься, едешь на велосипеде, приезжаешь, куда-то идешь. Ты постоянно куда-то двигаешься, куда-то куда-то идешь. Путешествовать, да, но иногда это становится слишком много. Иногда ночью просыпаешься и смотришь, где ты, и вспоминаешь, ты в отеле, дома или на какой-то гонке. У меня такое частенько бывает. За счет его спорта бываешь практически во всем мире. И обычному человеку не всем дано побывать в разных странах, а ты за счет спорта весь мир объездил. Допустим, я когда в межсезонье приезжаю домой, там на месяц, грубо говоря, думаю, быстрее уже надо там куда-то поехать на сбор или еще куда-то, или еще куда-то. Что-то надо делать, не могу на месте сидеть уже. И вот как бы сначала привыкал к этому, а сейчас уже настолько привык, что без этого уже и не могу. Ну, жизнь профессионального спортсмена – это в любом случае такая жизнь кочевника, можно так сказать. Профессиональный спортсмен проводит вне дома практически там, ну, может быть, 300 дней, 250-300 дней как минимум. Когда-то он выиграл, все мы когда-то что-то выиграем. Знаешь, что такое вкус победы, это ни с чем не сравнимо. Это, не знаю, круче, чем секс, мне так кажется. Когда ты вот выдаешь полностью все, что в тебе есть, все свои силы, и ты когда-то финишируешь, тебе даже плохо, ты не можешь на ногах стоять, и ты получаешь эту эйфорию. Ни с чем не сравнить. Вот в обычной жизни это ни с чем не сравнимо. Это лучшее состояние вообще, что может быть для меня. И вот ради этого это меня и мотивирует идти дальше, терпеть и выходить на старт. Когда вот это случается, тогда ты думаешь, да, вот, наверное, ради этого стоило было там все эти годы там тренироваться, в чем-то себя ущемлять, идти на всякие жертвы, там, не быть дома месяцами. Гоняться сколько позволит жизнь. И выступать как можно лучше. И все. Охота, что стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом. Побеждать на гран-турах. Вот, например, в октябре мне велоспорт не нравится. Я уже считаю дни, когда закончится сезон. Но спустя две недели мне уже хочется вернуться на велосипед. Я познаю, что это рано или поздно все-таки закончится. Спортсмена карьера не такая длинная. Мне уже 36. Я наслаждаюсь вот насколько это можно. Но рано или поздно все равно это все закончится. Когда есть хорошее самочувствие, состояние, нога, то хочется сделать максимум, выпрыгнуть из себя, сделать что-то сверхвозможное. Мотивация болельщиков, то, что постоянно поддерживают нас. Даже людей ты этих не знаешь, но все равно мотивирует, то, что там болеют, тоже переживают. И охота вот ради них постараться. Если брать учебу, да, провести там параллель учебы и спорт. То есть в учебе я не был силен, скажем так. То есть у меня проблемы были в школе, там, родители, призывы, там, либо, там, ПТУ, там, что-то, армия, еще там. Ну, как бы, плохой ученик был, скажем так. А как-то вот, когда попал в спорт, и получается, ну, вот, языки, вот, мне как-то, ну, получается мне очень интересно. Мне даже приятно, когда идешь, там, в Москве, слышишь, там, какой-то голландца, который, там, в метро в нашем пытается, там, куда-то доехать, там, пять слов, и ты как-то такой раз, думаешь, блин, молодец, пошел. Ты думаешь, вот, вроде два колеса спорта, а как-то так дает. Мы хотим показать родителям, родителям, в первую очередь, что детей можно и нужно отдавать в такой вид спорта, как велосипедный, потому что это огромный пласт европейской культуры, который настолько популярен, что позволяет быть сильным, быть известным. И мне очень хочется, чтобы, вот, увидев этот фильм, дети захотели стать велосипедистами профессиональными. А в этом случае наша команда рано или поздно получит новых чемпионов, которые, может быть, рано или поздно выиграют эту гонку. Гонку под названием Giro di Italia.